А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчись о поросе и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наград. 9 августа, день Николая Качанова. Назвен в честь блаженного Николая Качанова, новгородского чудотворца и юродивого. Он любил чистоту, пост и коленное преклонение. Не желая славы человеческой, он стал юродствовать. Но в устах его всегда была молитва к Богу. Прозвищу Качан он получил за то, что враждовал с юродивым Федором. Они делили город. С одной стороны Волхова был Николай, а с другой Федор. И когда прогонял, бросал подвернувшийся под руку Качан капусты Федора. В этот день почитает и великомученика, и целителя Пантелеймона. На Руси его называли Палием и молились, прося излечения от болезней. Знахари сегодня отправлялись на сборы целебных травм. Во время сбора они говорили особые заговоры и выполняли обряды. День называли Качанником потому, что капуста завивается в Качаны и начинает созревать. Оставшуюся от прошлого урожая капусту использовали для приготовления слоеных пирожков с начинкой. Этими пирожками угощали странников и нищих. Также готовили и другие блюда. Тушили, солили, добавляли в щи. Начинали уборку овса. Приметы. Считалось, что травы, собранные сегодня, обладают целебными свойствами. Если сегодня сильно стрекочат и прыгают кузнечики, это к ясной и сухой погоде. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok